здравствуйте на прошлом уроке мы с вами разбирали тестовые задания сегодня мы с вами будем разбирать решение комбинированных задач давайте посмотрим задачу 1 при окислении альдегида массой 8,8 грамм содержащего одну альдегидную группу избытка мамиачного раствора оксида серебра 1 валентного образовалась серебро массой 43,2 грамма рассчитайте массу полученной 1 основной кислоты записываем дано масса альдегида 8,8 грамм масса серебра 43,2 грамм нам нужно найти массу образовавшейся 1 основной кислоты для решения записываем упрощенное уравнение реакции взаимодействия между альдегидом и раствором аммиачным раствором оксида серебра 1 валентного получается в результате этой реакции кислота и выделяется серебром значит первое что мы с вами сделаем это мы найдем количество серебра по формуле не у равно m масса деленная на малярную массу мы находим что количество моли серебра составляет 0,4 моль если мы посмотрим в уравнение реакции то мы видим что перед серебром стоит коэффициент 2 таким образом мы можем сделать вывод что альдегида в данной реакции участвуют в количеству моли в два раза меньше поэтому если мы количество моли серебра разделим на 2 то мы получим что количество молей легида участвующего в реакции равно 0,2 моль значит нам известна масса теперь и количество альдегида мы можем найти точную малярную массу получаем что малярная масса альдегида 44 грамм на моль это этаналь это альдегид который содержит 2 атома углерода следовательно кислота которая образуется это будет уксусная кислота вот теперь мы можем найти ее малярную массу она составляет 60 грамм на моль из и если мы посмотрим на уравнение реакции мы видим что количество молей альдегида и уксусной кислоты одинаково таким образом если мы малярную массу умножим на количество молей самой кислоты мы можем найти массу кислоты которая образовалась данной реакции то есть мы 60 умножаем на 0,2 и находим что в результате реакции образовалась 12 грамм 1 основной уксусной кислоты задача 3 к раствору ортофосфорной кислоты массой 200 грамм с массовой долей ортофосфорной кислоты 9,8 процентов прилили раствор гидроксида калия объемом четыреста тридцать целых восемь десятых сантиметров кубических и плотностью 1,04 грамм на сантиметр кубический с массовой долей калио h 5 процентов определите массовую долю соли в полученном растворе записываем дано массовая доля ортофосфорной кислоты 9,8 процентов масса раствора ортофосфорной кислоты 200 грамм массовая доля калио h 5 процентов объем раствора калио h 430 целых восемь десятых сантиметров кубических значит плотность раствора калио h 1,04 грамм на сантиметр кубический нам нужно найти массовую долю образовавшийся соли для решения составим уравнение возможных реакций значит реакция может происходить по варианту а h 3 по 4 плюс калио h образуется кислая соль калия h 2 по 4 и вода она может проходить по варианту b h 3 по 4 плюс 2 калио h получается калии 2 h по 4 плюс 2 h 2 ом и она может происходить после вариантов b h 3 по 4 плюс 3 калио h образуется основная соль калий 3 по 4 и 3 молекулы воды для решения задачи мы с вами будем использовать следующие формулы масса равна рона в массовая доля вещества равна масса вещества деленное на массу раствора количество вещества равно масса деленное на малярную массу далее после этого мы с вами вычисляем массу и химическое количество ортофосфорной кислоты значит масса ортофосфорной кислоты вычисляется по выше указанным формулам мы находим что 200 грамм умножаем на 98 на 0,098 получаем 6 19,6 грамм таким образом на если мы найдем относительно молекулярную массу ортофосфорной кислоты она равна 98 тогда малярная масса составляет 98 грамм на мой исходя из полученных данных мы можем с вами рассчитать количество моль ортофосфорной кислоты и получаем что она составляет 0,2 моля теперь давайте вычислим массу и химическое количество количество гидроксида калия опять находим массу раствора калий о аж для этого мы плотность раствора умножаем на объем и получаем что масса раствора калий о аж составляет четыреста сорок восемь грамм найдем массу калий о аж в этом растворе для этого мы массу раствора умножаем на 0,05 и получаем что масса калий о аж в растворе равна 22,4 грамм относительно молекулярная масса калий о аж составляет 56 этот расчет мы с вами проводим по таблице и следовательно тогда малярная масса калий о аж будет составлять 56 грамм на моль исходя из данных которые мы сейчас определили мы можем также определить количество калий о аж мы 22,4 делим на 56 грамм на моли получаем что количество калий о аж составляет 0,4 моль а при теперь мы можем с вами определить какая соль будет образовываться и найти ее химическое количество для этого мы с вами берем отношение моли ортофосфорной кислоты и калий о аж она составляет 0,2 к 0,4 то есть один к двум исходя из этого мы делаем вывод что данная реакция идет по варианту b и образуется кислая соль калий 2 аж по 4 давайте продолжим наши вычисления теперь мы можем найти массу гидрофосфата калия и его массовую долю в полученном растворе мы находим что относительно молекулярная масса составляет 174 следовательно малярная масса будет составлять 174 грамм на моль и исходя из этого уравнений мы можем найти массу для этого мы количество моли умножаем на малярную массу и получаем что соли образовалась 34,8 грамм для того чтобы вычислить массовую долю соли нам нужно сначала рассчитать массу раствора мы находим раствора к содержащего эту соль мы находим следующим образом мы складываем массу ортофосфорной кислоты массу раствора и массу раствора калий о аж получаем что масса раствора содержащая данную соль равна 648 грамм и и теперь имея все данные мы можем легко определить массовую долю гидрофосфата калия 34,8 мы делим на 648 и получаем 5,4 процентов в ответ мы записываем что массовая доля гидрофосфата калия в полученном растворе составляет 5,4 процента и так мы записываем ответ что массовая доля магния 30,77 процентов а массовая доля алюминия 69,23 процента давайте рассмотрим задачу 5 чтобы посеребе рить медную пластинку массой 10 грамм и и опустили в стаканчик содержащий 250 грамм 20 процентного раствора нитрата серебра когда пластинку вынули оказалось что масса нитрата серебра в растворе уменьшилась на 20 процентов какой стала масса по серебряной пластинки и какого концентрация оставшегося раствора нитрат серебра записываем да ну масса пластинки нет медные равна 10 грамм масса раствора аргентом и на 3 250 грамм массовая доля аргентом и на 3 в этом растворе составляет 20 процентов и значит изменилась масса аргентом и на 3 на 20 процентов нам нужно найти массу 2 пластинки то есть после того как ее посеребрили и массовую долю аргентом и на 3 в оставшемся растворе для решения данной задачи запишем уравнение реакции имеет плюс 2 аргентом и на 3 получается копром и на 3 дважды плюс 2 аргентом значит медь в данной реакции у нас участвует 1 моль по теории аргентом и на 3 2 моля и серебра 2 моля первое что мы сделаем давайте определим массу нитрата серебра в исходном растворе значит мы работаем по формуле массовой доли и определяем что масса нитрата серебра в исходном растворе равна 250 умноженное на 0,2 равна 50 грамм теперь мы помним что после того как вынули пластинку масса нитрата серебра уменьшилась на 20 процентов если мы проведем расчет что мы выясним что 20 процентов это составляет 10 грамм и тогда масса оставшегося в растворе аргентом и на 3 будет составлять 50 минус 10 40 грамм то есть в оставшемся растворе после серебрения у нас осталось 40 грамм аргентом и на 3 после этого давайте определим количество вещества нитрата серебра вступившего в реакцию значит для этого мы массу аргентом и на 3 делим на его малярную массу то есть мы 10 делим на 170 и получаем что 0,06 моль у нас вступила нитрата серебра в уравнение реакции я записала над аргентом и на 3 это количество моли и согласно тогда согласно уравнению реакции количество молей меди будет 0,03 два раза меньше а количество моли самого серебра будет тоже составлять 0,06 моль после этого мы с вами можем найти массу насколько изменилась масса пластинки для этого мы количество моли серебра умножаем на его от малярную массу и вычитаем от этого произведения массу исходные пластинки для этого мы 0,3 это количество моли меди умножаем на малярную массу в результате мы получаем что масса пластинки изменилась на 4,56 граммов то есть она увеличилась таким образом масса второй пластинки будет общая масса составлять следующую цифру нам нужно массу исходной пластинки сложить вот с массой того серебра которая выделилась на эту пластинку мы 10 граммов прибавляем 4,56 и получаем что масса пластинки после серебрения равна 14,56 грамма таким образом масса раствора после процесса серебрения будет составлять от 250 грамм вычесть 4,56 грамм серебра мы получаем что масса оставшегося раствора составляет 245,44 грамма и исходя из этого мы легко теперь можем найти массовую долю аргентума на 3 в оставшемся растворе для этого мы 40 грамм который там остались делим на 245,44 то есть на массу оставшегося раствора и получаем что массовая доля аргентума на 3 составляет 16,29 в ответ мы записываем что масса пластинки составляет после серебрения 14,56 грамма а массовая доля аргентума на 3 16,29 процента задача 6 рассчитайте какой объем 10 процентов раствора хлора водорода плотностью 1,05 грамм на миллилитр пойдет на полную нейтрализацию гидроксида калия образовавшегося при гидролизе карбита кальция если выделившийся при гидролизе газ занял объем 8,96 литров при нормальных условиях записываем давно объем ацетилена 8,96 литра плотность раствора соляной кислоты 1,05 грамм на миллилитр массовая доля соляной кислоты 10 процентов или 0,1 нам нужно найти объем раствора соляной кислоты для решения составляем уравнение первое уравнение это получение гидроксида кальция из карбида кальций c2 плюс 2 h2 у получается кальцио h2 plus c2 h2 и второе значит реакция взаимодействия кальцио h2 с соляной кислотой в результате образуется кальций флор 2 и вода вторым действием мы рассчитываем количество вещества ацетилена и щелочи значит массовую долю ацетилена мы можем найти следующим образом у нас известен объем ацетилена выделившегося 8,96 литра у нас есть нормальные условия мы делим на 22,4 литра на моли получаем что количество ацетилена равно 0,4 моль из уравнения 1 следует что количество кальцио h и количество ацетилена одинаковы значит мы говорим что количество моли кальцио h2 тоже равно 0,4 моль после этого рассчитываем количество вещества хлора водорода его массу для этого мы используем уравнение 2 значит количество аж хлор если мы посмотрим на уравнение 2 идет отношение 1 к 2 поэтому для того чтобы найти количество аж хлор мы количество моли кальцио h2 умножаем на 2 и получаем что в реакции участвует 0,8 моль соляной кислоты исходя из произведенных вычислений теперь мы можем найти массу соляной кислоты для этого мы количество моли умножаем на малярную массу соляной кислоты и получаем 0,8 моль мы умножаем на 36,5 грамм на моли получаем масса соляной кислоты 29,2 грамм и теперь мы можем определить массу и объем раствора соляной кислоты масса раствора кислоты у нас равна отношению массы вещества к массовой доли мы 29,2 делим на 0,1 и получаем что масса раствора составляет 292 грамма так теперь мы можем легко найти объем раствора мы их массу делим на плотность и получаем что объем раствора соляной кислоты будет 278 целых одна десятая миллилитра что мы и записываем в ответ задача 7 при обработке 17 грамм смеси алюминия железо меди избытком соляной кислоты выделилась 8,96 литра газа нормальные условия на не растворившийся соляной кислоте остаток растворили в концентрированной азотной кислоте с выделением 4,48 литров газа при нормальных условиях определите состав исходной смеси в процентах записываем дано масса смеси равна 17,4 грамма объем первого газа 8,96 литров объем второго газа 4,48 литра нам нужно найти массовую долю железа алюминия и меди для решения составляем уравнение реакции взаимодействия каждого металла с кислотой и так железо взаимодействует с соляной кислотой образуется хлорид железа двухолентного и выделяется водород железо взаимодействует соляной кислотой в соотношениях 1 моль к двум молям значит 2 металл который вступил во взаимодействие с соляной кислотой это алюминий записываем его уравнение 2 алюминий плюс 6 аж хлор получается 2 алюминий хлор 3 плюс 3 h2 значит взаимодействие металла и соляной кислоты в данном случае происходит соотношение 2 моль к 3 молям и мы с вами знаем что медь соляной кислотой не реагирует она вступила в реакцию взаимодействия с азотной кислотой и также записываем уравнение реакции. Купрум плюс 4НО3, получаем Купрум ино3 дважды, плюс 2НО2 и плюс 2НО2. В результате реакции у нас происходит взаимодействие одного моля меди и выделяется два моля оксида азота 4-х валентного. После того, как мы записали уравнение реакции, переходим к решению задачи. Найдем количество вещества оксида азота 4-х валентного и количество вещества меди. Количество вещества НО2 мы находим по формуле объем, делим на молярный объем. У нас известно, что объем газа, который выделился, составляет 4,48 литра, делим на 22,4 литра на моле, получаем, что в реакции у нас было 0,2 моля НО2. Значит, тогда количество вещества меди у нас будет составлять 0,1 моля. Это видно из уравнения реакции взаимодействия меди с азотной кислотой. И исходя из этого, мы теперь можем найти массу меди. Мы малярную массу умножаем на количество моли, получаем 6,4 грамм меди. После этого давайте найдем массу смеси самого железа и алюминия. Итак, у нас общая масса смеси была 17,4 граммов. Мы вычитаем от нее массу меди 6,4 грамма и находим 11 грамм. Теперь обозначим количество железа мы обозначим через х, а количество выделенного при этом водорода тоже через х, а количество алюминия мы обозначаем через у и количество выделенного водорода, следовательно, из-за уравнения реакции по соотношению моли будем обозначать как 1,5 у. После этого выразим массы алюминия и железа через х и и найдем количество вещества водорода. Масса железа будет 56 х, масса алюминия 27 у. Количество вещества водорода мы находим следующим образом 8,96 литра. Мы делим опять на 22,4 литра на моли. Получаем, что выделилось 4 моля водорода. И теперь мы можем с вами составить систему уравнений и решить ее. Итак, первое уравнение 56 х плюс 27 у равно 11. Второе уравнение х плюс 1,5 у равно 0,4. Выразим х через у, подставим в первое уравнение и найдем у, это будет 0,2. Это мы нашли алюминий. И теперь, значит, у подставляем в уравнение, где мы выражали х, мы находим, что железо будет 0,1. И теперь мы с вами можем найти массы железа алюминия, а затем массовые доли веществ смеси. Итак, масса железа, мы количество вещества железа 0,1 умножаем на его молярную массу и получаем 5,6 грамм. Масса алюминия мы также находим количество вещества 0,2, мы нашли выше, умножаем на 27 грамм на молярная масса алюминия, находим 5,4 граммов. Исходя из этого, мы рассчитываем с вами массовые доли меди, железа и алюминия по формуле массовой доли и получаем, что массовая доля меди железа составляет 36,8 процентов, массовая доля железа составляет 32,2 процентов и массовая доля алюминия составляет 31 процент. Итак, мы с вами разобрали некоторые виды комплексных задач и я предлагаю вам дома решить задачи, используя материал урока. Итак, задача 1. Смесь алюминия и железа обработали избытком соляной кислоты, при этом выделилось 7,96 литров газа при нормальных условиях. Это же количество смеси обработали избытком раствора гидроксидонатрия, выделилось 6,72 литра газа при нормальных условиях. Найдите массовую долю железа в исходной смеси. Задача 2. К раствору, содержащему 5,6 граммов, 4,48 грамм смеси сульфата и силиката натрия, прибавили избыток хлорида бария. В результате образовалась 9,12 грамм осадка. Найдите массы солей в исходной смеси. И задача 4. Цинковую пластинку массой 20 грамм поместили в 14,2 процентный раствор сульфата меди двухвалентной, полученный при растворении медного купороса в 300 миллилитрах воды. Через некоторое время пластинку вынули и просушили. Масса пластинки составила 19,75 грамм. Вычислите массовую долю сульфата меди в конечном растворе. На этом наш урок окончен. Благодарю вас за внимание. Используя материал урока, обязательно выполните домашнее задание и сдайте его на проверку вашему учителю. Желаю вам удачи!